Умга сетемела уже в ринге, про него чуть позже. В красный угол ринга встречайте бойца из Екатеринбурга, Россия, Мухаммад Якубов! А сейчас Мухаммад Якубов тот самый, которого уже сравнивают с Мэнни Пакияо. Кстати, тренирует Мухаммада Фредди Роуч. Но кто такой Фредди Роуч, я, наверное, объяснять не буду. В конце концов, есть Гугл. Великий тренер, конечно же. Итак, Мухаммад Якубов, 16 побед, 9 нокаутов, 0 поражений, 0 ничьих. Настоящий контендер, 25 лет всего лишь, но при этом уже опытный, искушенный. И мы видим Шавката Рахимова, который также сопровождает Мухаммада к выходу на ринг. Но если Шавкат Рахимов уже дрался за звание чемпиона мира и будет еще, то Мухаммаду Якубову, надеемся, только это предстоит. И на кону у нас пояс WBC интернационного. Уважаемые дамы и господа, я так представляю вам судейскую бригаду поединка. I present you the officials, re-inside. Supervisor WBC Оксана Семенишина, Литва, Литвуя. Чаджи Суди, Николай Сигов, Россия. Хектор Афу, Панама. Алена Побывайла, Бельгия. Таймкипер. Татьяна Хурсанова, Россия. Рефери Юрген Лагос, Джемени, Германия. Представляю вам соперников. Let me present you fighters. Introduce the first fighter and the blue corner from Cape Town, South Africa. He is 29 years old. 170 is in the world, so and weighing in 58.64 kilograms. His professional record. 13 wins. 7 wins coming by way of knockout. His opponent in the red corner from Екатеринберг, Russia. He is 25 years old. 165 centimeters tall and weighing in 58.74 kilograms. Number 5 of the WBC. Number 7 of the WBO. Champion WBC International. His professional record. 16 wins. 9 wins coming by way of knockout. В красном углу. Боец из Екатеринбурга, Россия. Ему 25 лет. Рост 165 сантиметров. Вес 58 килограммов. 740 граммов. Профессиональный рекорд. 16 боев. Во всех одержаны победы. 9 из них нокаутом. 5 номер рейтинга WBC. 7 номер рейтинга WBO. Действующий чемпион WBC International. Неповещенный Мухаммад Якуба. Игорь Мухаммад Якуба. Игорь Мухаммад Якуба. Игорь Мухаммад Якуба. Благодарю. 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 Игорь Мухаммад Якуба. Потому что в его положении любая осечка, любая ошибка недопустима. Учитывая как высоко стоит в рейтинге WBC. Пятое место из 15. Мухаммад Якуба. Ему сейчас не нужны никакие препятствия на пути к чемпионскому поясу. А именно к чемпионскому поясу, я думаю, что идет Мухаммад Якуба однозначно. О, попадает сейчас слева Мухаммад. Размашистые южноафриканицы. Мухаммад из тех боксеров, которые за размашистость могут наказать. Свой предыдущий бой провел Мухаммад в марте прошлого года против мексиканца, известного Томаса Рохаса. Выиграл в 12-раундовом бою. Но вот отметим, что в позиции Мухаммада это первый южноафриканец. Были у него мексиканцы, были у него филиппинцы. А вот южноафриканец первый. Что касается Лунки, то он такой любитель подойти поближе, врезать от души, позарубаться, попрессинговать. Ну, в общем, он достаточно удобный и специалистический для Мухаммада Якубова. Мухаммад быстро на ногах. Как мы знаем, техничен, у него хороший тайминг. И при этом очень внимательный в защите. Еще раз. Ситременла может ударить. Удар у него есть. Бьет его плотно. Ну и будет прессинговать. В принципе, Якубов уже с прессингерами встречался и знает, как с ними работать. Вот хороший навстречу удар слева от Мухаммада. Вообще, в 59 килограммов, если немножечко отвлечься от происходящего времени. Давайте отвлекусь в перерыве. А пока у нас прессинг со стороны южноафриканца, но такой не особо успешный. Первый раунд. О, хорошо! Что сейчас? Хлестнул опять слева Мухаммад Якубов. И еще раз. Вот. Теперь можно отвлечься. Ситуация в 59 килограммов в первом легком весе в мире тьма интересная. Большое количество сильных чемпионов. У нас как раз таки в этом году поменялся. Все видишь. Послушаем угол Мухи и потом продолжим про международное положение бокса. Обеи прямыми давай. Работай прямыми. Боковой слишком видно. И... Ну и, собственно говоря, продолжим. По версии WBC поменялся чемпион. Какое-то время был Мигель Перчель чемпионом мира. Но поднявшийся также мексиканец Оскар Вальдес Перчель брутально нокаутировал. Буквально это случилось в марте месяце. Недельки две, по-моему, назад или три. И у нас теперь новый чемпион. Оскар Вальдес по WBC. Также очень скоро бой по WBO за звание чемпиона мира между Карлом Фрэнтоном и Джамелом Хэрингом. Ну а вернемся мы к происходящему в ринге. Не забывай про джеб. Там были подсказки Мухаммада Якубова в углу. Ну, Мухаммад не забывает. Еще расскажу. Очень дисциплинированный боксер. Уже опытный, уже хладнокровный. Проходивший дистанцию в десять раундов. Полностью целых два раза. И дважды боксировал в двенадцать раундов. Что касается Лунги Стемелы, то он также дважды проходил дистанцию в двенадцать раундов. Поэтому здесь в этих компонентах спортсмены в паритете. Сегодня такой большой, можно сказать, южноафриканский десант. Целых три спортсмена из этой страны. Лунга второй из трех, кто выступает. Первым был Кос Сибая, но проиграл. Ну, и в главном бою у нас Табису Мчуну против Евгения Тищенко. Но об этом попозже и отдельно. Табису Мчуну также Ювар. Смело идет вперед через джеб. Неплохо встречает его сейчас Якубов. Но вот так, когда сближается, сразу же бьет южноафриканец боковой в корпус. Ну и видно, что не изношен тяжелыми боями. Смело он так даже покрупнее, массивнее смотрится, чем Мухаммад Якубов. Ну и плюс вот этот вот задор проспекта, который не знает коричи поражений, делает свое дело. А вот сейчас слева хорошо попадает Бухаммад Якубов, перешел в контрнаступление. Неплохо защищается корпусом. Вроде бы длиннее руки у Ситимелы, но при этом Якубов побыстрее. Но очень любит работать в корпус южноафриканец. Это одна из его таких коронок. Как я видел его поединке, он как раз таки частенько делает акцент на бомбардировку первого этажа. О, хорошо навстречу, на взрыве Якубов. Двух-трехударная комбинация. И вот здесь подглавил он южноафриканца. И сам уже отгрузил корпус. Плохой раунд. Второй из десяти запланированных. Ждем третью. Трехминутку. Не беспокойся, все нормально. Так вкратце можно перевести то, что сказали в углу южноафриканца. Узбеки-побλε. Теперь у нас уже снизу, с бомбы, передуйся. Нам тоже не забываем атаку начать. Повнимательней. Третий раунд из десяти запланированных. Начинается он с того, что пытается прессинговать. Начинает атаки через джеб Лунга Стемела. Мухаммад Якубов на контратаках привычное для Мухаммада дело еще раз отмечу. У нас контравик знатный. Так, стал высоко держать руки Лунга, потому что периодически выхватывал он левые боковые навстречу от Якубова. Очень много движений на ногах со стороны Якубова. И старается Мухаммад не застаиваться соперникам, что логично. Сейчас так немножко сбавил обороты, сбавил активность Якубова, дает поработать все на южноафриканцу. И старается поближе подойти Лунга. Ну вот, огрызнулся Якубов. Принесно попал слева хорошо. Тут же перехватывает атаку Стемела. Он по-прежнему верит в свой прессинг и свою ударную мощь. Ну, мне кажется, все-таки у Мухи есть какой-то свой стиль. Вот, неплохо. И по стопу Мальдага, как мне показалось, так не сладко пришлось южноафриканцу от промышленных ударов. Не забывай по туловищу, подсказывают. Вот здесь, кстати, зацепился была Лунга, но ушел на ногах. Давай боксируй, подсказывают южноафриканцу, но пока не может толком зацепиться за соперника Лунга. Вытягивает на себя Мухаммас. И, пожалуйста, контратака от Якуба. Хорошо, повело, повело, что тебе есть шанс добить южноафриканца. В режиме убийцы работают Мухаммас Якуба. Принк! Слушайте, нарвался, нарвался Муха на удар, на тяжелый, на тяжелый удар. На тяжелый удар нарвался, да, подзаигрался Мухаммас в атаке. Подзаигрался, это такой опасный звоночник, но это бокс. Это бокс, и такое случается. Ну и был шанс, как в какой-то степени уйсить. Снимел, давайте смотреть. Так. Вот, вот он! Удар справа очень тяжелый. Очень тяжелый удар, да! Вечер перестал быть томным. Ну и вопрос, кто сможет лучше восстановиться. Ты понял, ты можешь тоже его ударить, ты можешь тоже сделать ему больно и потрясти его. Мотивационная речь в углу южноафриканского боксера. Да, Сетимела подтверждил, что плюха у него есть. Вопрос, насколько восстановился Мухаммад Якубов. И да, вот этот размен в конце, он, в общем-то, уравнял шансы. Ну и, наверное, рубиться с южноафриканцем Якубову не стоит. До нокдаунов дело не дошло, но было опасно и стоит с другой стороны. Ну и после вот этого момента, мне кажется, южноафриканец психологически поверил так в себя и сейчас будет наращивать прессинг. И, конечно же, нужно Мухаммаду быть поаккуратнее. Ну а для Лунги это шанс психологический. Он сейчас на подъеме, он понял, что да, может тоже попасть и серьезно потрясти соперника. Поэтому сейчас будет очень жестко все. Мухаммад решил все-таки показать, что он, что называется, более мощный в панчах. Но нужно аккуратнее действовать Якубову. Мухаммад показал, что у Сударова у него в порядке. Ну вот. Где-то, возможно, специально встает к канатам Лунга для того, чтобы выцелить и мощно хрестить навстречу. Лево-боковой точно. Молодец. Джеб от Якубова. Ну а Лунга будет делать ставку на удар справа. Ну и как-то нужно Якубову этот удар нейтрализовать, если хочет Мухаммад выиграть. Что касается Лунги, то Лунга, в принципе, правильно сейчас все делает, прессингует, работает жестко, постоянно старается держать Якубова в напряжении. Вот опять опасно справа, кстати, попал Лунга в предыдущем эпизоде. Последняя минута четвертого раунда. Ничего еще в этом поединке не ясно. Особенно после драматичной концовки предыдущей трех минутки. Неплохой размен. Ну похоже, что в четвертом раунде парни пришли в себя и тот и другой после таких мощных бомбочек в третьем раунде. Ждем пятую трехминутку. Сейчас раунда, да? Я думаю, что вы начинаете в борьбу сейчас. Лунга, ты прав. Да, Лунга. Луга. Бокс. Пятый раунд Лунга Ситтемела против Мухаммада Якубова На кону пояс WBC International В первом легком весе весовая категория до 59 килограммов Принадлежит он Мухаммаду Якубову Мухаммад представляет Россию и Таджикистан И Южную Африку представляет Лунга Ситтемела Попал сейчас Ситтемела слева джебом Кстати, но правый не зашел Да, непростым выдается поединок для Мухаммада Якубова Хотя на бумаге-то он был фаворитом Учитывая простой Южноафриканца с августа 2019 года Он не боксировал, по крайней мере, официально Ну и год не выступал Мухаммад Якубову Неплохо На встречу от Мухаммада И здесь хорошо подловил Дал промахнуться Южноафриканцу И подцепил боковым Вот дает Якубов сопернику промахиваться Но за это можно еще и наказывать Пятый раунд у нас такие шахматы В ринге Вот опять это в опасный удар справа Африканца И Матин Хорошо слева Ух, есть нокдаун Есть нокдаун и есть время у Якубова Но с учетом концовки третьего раунда Лететь шашками на голову не стоит Мухе Ни в коем случае Ситимела по-прежнему опасен Корпус, корпус, корпус Корпус, корпус, кричат Подсказывают Мухи И он слышит эти подсказки Но чуть-чуть низковато Делать замечание рефери Якубову Но мы знаем, что Лунга реваншист Поэтому нужно аккуратней Аккуратней здесь Есть Еще один Подловил коротким боковым справа, по-моему Нужна африканца Мухамат Якубов Два нокдауна за раунд Конец Раунда нет Якубов не полетит добивать Мухамат из тех боксеров Которые умеют делать выводы Из собственных ошибок В любом случае Раунд выигран Вполне себе разгромно 10 сек С учетом двух нокдаунов Ну что ж, шестой раунд ждем Которые умеют и терминают Мухамат из тех пор Которые умеют Внимательно. Спокойно. Шестой раунд из десяти запланированных. В пятом раунде дважды побывал в нокдауне южноафриканец Лунга Сетимела. Отлично отработал раунд Мухаммад Якубов. Ну и шестой раунд. Насколько быстро восстановился спортсмен из Южной Африки. Очень внимательно нужно работать Якубову. Смотря на два нокдауна, у Сетимела все равно еще остается шанс Панчура. И ошибаться здесь нельзя. Ну а для Лунги нужно рисковать, нужно рисковать. Нужно идти вперед. Нужно бить, нужно работать. У нас уже были ситуации в карте, когда спортсмен после двух нокдаунов, после того, как оказался два раза в нокдауне, побеждал нокаут. Как раз таки причем это было в этой же весовой категории. Хороший апперкот справа от Якубова. Подними руки, кричат южноафриканцу. Ходит поближе. Лунга, но промазал. Ушел вовремя вниз от этого удара справа. Якубов попадает сам, но больше по защите. Здесь по защите стал, стал внимательнее в защите южноафриканец. Вот, смотрите, неплохо сейчас отзащищался уже Якубов. А вставать у канатов не надо, Мухаммаду. Для Лунги это шанс. Это шанс. Брессингует. Лунга стемела сейчас. Но гораздо активнее Мухаммад Якубов в этом раунде. Не может пока Лунга прицелиться, зацепиться и попасть. Но где-то вот зарядился на мощный удар справа. Возможно, понимает Лунга, что по очкам-то не вывозит он поединок. С учетом предыдущего раунда, который он проиграл 10-7. Поэтому да, наверное, ему нужно рисковать и где-то попытаться подловить Мухаммада на удар. Заканчивается шестой раунд. И ждем седьмую трехминутку. Возьмем, дядь Боба, возьмем. Как самочувствие? Все хорошо? Как дышишь? Смотри, он левый тебя, тебя поцепляет. На левый посмотри. А по правой работай. Как дышишь? Как дышишь? Бокс! Бокс! седьмой раунд из десяти запланированных мухаммад якубов против лонге сетимелы кану поезд wbc international принадлежащий мухаммаду якубову и он у нас 5 в рейтинге wbc его соперник не битый южноафриканец 13 побед 0 поражений 7 побед нокаутом два года правда не боксировал почти два года но тем не менее показал себе очень опасным парнем в этом поединке уже несмотря на то что побывал в пятом раунде дважды в нокдауне мы видим уже восстановился сетимела еще по предыдущему раунду хорошо справа попал сейчас мухаммад якубов сетимела все спушил и перешел в контратаку по выходе из клинча боковое и кубов а а а а боксиру боксиру подсказывают мухаммаду не надо стоять и надо стоять перед сетимела якубов в том плане что быстренько ушел на ногах и кубов в том плане что быстренько ушел на ногах из-за канала а вот она правая пушка от сетимела а вот здесь хорошо проваливает якубов соперника и опять ушел на ногах многие кормят не только волков но и боксеров вот так вот я вам скажу неплохо провалил и перехватил вот что подсказывают мухаммаду якубову немножко сплясали ножки кстати после этого право бокового навстречу нужны африканцы вот смело все вариантов нету только победа нокауту и он пойдет пойдет вперед пойдет пить несмотря на пропущенные удары он по-прежнему опасен так предплечьем и в защиту от мухаммада заканчивается раунд неплохо хорошо даже от якубова в конце раунда стемела красавчик выдержал восьмая трехминутка нас ожидает вот так немножко начинает в углу южно-африканца нервничать вообще меня слышишь слышишь что я говорю вот пожалуйста и трюк справа был только что от якубова вот опасная пушка справа южно-африканца было вот здесь хорошо отработал мухаммад восьмой раунд из десяти запланированных джеб 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 от мухаммада быстро атаки быстро атаки быстро атаки крути 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 его подсказывают якубову и больше выбрасывает жесткий джеб подсказывают южно-африканцу вот справа кстати попался тимела еще раз говорю этот парень по-прежнему опасен нельзя с ним зевать а а а руки выше не будь безрассудным подсказывать южно-африканцу а 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 здесь больше по защите удары у лунги включая якубов хорошо с него попал мухаммад тут же пытается реваншироваться лунга и хорошо на скачке правый крюк залетает туда у мухаммада якубова пытается пытается преседговать лунга сетимела у него других вариантов нет ему нужно выйти на свою дистанцию и жестко зарядить другой вопрос что сделать это сложновато и и сразу же смотрите на ногах уходит уходит якубов старается не не стоять вот отлично защищался корпусом мухаммад он сетимела в роли полиследователя но давайте честно в этом раунде южно африканца мало что получается Вроде бы вот он, Якубов. Попробуй попади по нему. Слева снова попадает Мухаммад. Так он перехватил атаку соперника. Не стоит, не стоит. Все правильно подсказывает Якубову застаиваться перед южноафриканцем. Чревато. И в атаке Мухаммад Якубов под конец раунда. Обменялись крюками парни. Добрались мы с вами до девятого раунда, до предпоследней трех минутки из десяти запланированных. Но, в общем, с учетом двух нокдаунов, которые в актиде у Мухаммада за пятый раунд, Девятый раунд. Понятно. Здрасте. И искупать положить, что на судейских карточках он ведет. Не надо с ним зарубаться. Он этого и ждет. Он знает, что он все. Девятый раунд. Девятый раунд. Бокс. Предпоследний раунд в поединке Оунги Сетимелы из Южной Африки и Мухаммада Якубова, представляющего Таджикистан и Россию. Пошел вперед южноафриканец. И была подсказка совершенно справедливая в углу у Мухаммада Якубова. Не зарубайся с ним, он только этого и ждет. А как мы видели, ударить Сетимелы может. Мечание южноафриканцу, нужно бить повыше. Левый в разрез от Якубова навстречу. Мы видим, что все чаще поднимает так высоко руки южноафриканец. Нагушился он уже этих ударов слева от Якубова. Пытается, пытается Лунга втянуть Мухаммада в размен. Единственный шанс у него в рубке зацепиться и попытаться решить вопрос одним ударом. Пока грамотно работает Мухаммад Якубов и позволяет втянуть себя в этот размен. Перехват от атаки от Якубова, но вовремя он ушел на ногах потом. По корпусу справа попался Сетимела. Опять ему делают замечание, что низко ударил. Не стоит застать, не стоит застаиваться. Не нужно застаиваться Якубову перед Сетимелой. Ну а для Лунги это шанс. Вы знаете, по стоячей мишени попасть легче, чем по движущейся. Цель. Джек от Лунги. Хорошо защищался. Домах. Здесь на встречу по корпусу слева и боковым голову справа Якубов. Поставляет он чаще промахиваться южноафриканский. Ну нет. У Мухаммада свой стиль. Никой Сток, по мнению Пакияо вообще. Хорошо так цапнул слева и справа сейчас Якубов соперника. И финальная трехминутка ожидает нас, дорогие друзья. Молодец, последний раунд. Так же играем, не зарубаемся. Короткие атаки быстрые и ушел. Понял? Шут, шут. Безакцентно. Шут, шут. Уважаемые дамы и господа, итак нас ждет заключительный раунд боя! Поддержим бойца! Финальный десятый раунд, Мухаммад Якубов, Лунга Сетимева на кону пояс WBC International, в первом легком весе принадлежащий Мухаммаду Якубову, в атаке южноафриканец Лунга Сетимева, хорошо его сейчас встретил Якубов, в пятом раунде дважды побывал в нокдауне южноафриканец, Ну и в общем бой он не выигрывает, но делает максимально конкурентным, насколько может Еще раз, пока еще, пока нет, а вот сейчас попал, попал справа Сетимева, шанс для Лунги, и нельзя здесь Якубов узевать, нельзя, нельзя, нельзя Ну а то есть, имелый шанс выточить поединок, только если он нокаутирует соперника Хорошо слева попадает сейчас Якубов Не зарубаться, кричат Мухаммаду, боксировать Размен, наверное, это единственный шанс для Сетимела зацепиться и жестко-плотно попасть В плане бокса Якубов получше, но они без проблем, конечно Сетимела, пока бой не закончился, все еще сохраняет статус не битого боксера 13 побед, 7 нокаута на его счету Такой тактический клинч со стороны Мухаммада Якубова На выходе из клинча О, хорошо подловил, провалил тут же двоечку точно от Якубова И еще раз попадает Мухаммаду Последняя минута раунда, ну и сейчас будет рисковать изнафриканец Его единственный шанс выточить бой, попытаться нокаутировать соперника Но время работает на Мухаммада Попал сейчас Якубов Да, это время Заканчивается десятый раунд и поединок Последние секунды боя Попал слева по корпусу Якубов Не дает прицелиться, не дал прицелиться он в Сетимеле Ждем решения судей в этом местами очень напряженном сражении Какой добра! Управь! Какой добра! успех! Наяга Мухаммада 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...